Сегодня впервые состоялся публичный отчет глав районных администраций об итогах работы в 2019 году. Все это транслировалось в прямом эфире на моей странице в инстаграм. Любой горожанин смог следить за ходом отчета и задавать свои вопросы, которые сразу же были взяты в проработку. Подобные отчеты будут проходить два раза в год, я проинформировал об этом глав районов, это будет в мае месяце и в декабре, в канун окончания календарного года. Главы шести районных администраций рассказали, каких показателей им удалось достичь, а также обозначили проблемные вопросы. В свою очередь, мной были озвучены задачи на перспективу и обозначены приоритеты в ежедневной работе. Самое главное, у глав районных администраций появятся дополнительные функции и полномочия. Перечислю самые крупные направления из тех, которые планируем им передать. Первое. Это функция технического заказчика по капитальному ремонту. Второе. Обязательное согласование главой в нормативно-правовых актах, предусматривающих осуществление мероприятий на территории района. Третье. Усиление ответственности глав районных администраций по реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Четвертое. Возможность составлять протоколы об административных правонарушениях за соблюдение правил благоустройства. Пятое. Участие в рабочих группах по реализации конституционных соглашений. Шестое. Закрепление за районами зеленых зон, внутриквартальных дорог и иного муниципального имущества для круглогодичного содержания. Седьмое. Наделение полномочиями по принятию решений о сносе самовольных построек. Восьмое. Закрепление функций исполнителя мероприятий по сносу расселенных домов. Девятое. Участие в подготовке технического задания на строительство социальных объектов в районе. Глава районной администрации должен стать хозяином своей территории. Об этом не раз заявлял председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. К сожалению, за последние 10 лет произошла централизация полномочий и вымывание функций в структурные подразделения городской администрации. Считаю, что это неправильно и стратегически неверно. Все вопросы, с которыми сталкивается глава, он должен их решать незамедлительно, и эти полномочия и функции должны быть у него в руках. Поэтому мы планомерно двигались к тому, чтобы создать условия для наделения наших глав районных администраций широким спектром функционалов.